татар станет 10-летний мальчик зарезал бабушку и ранил мать прям такие жуткие вещи на страстной неделе да вот более веселая штука сотрудник сбербанка заменил 4 миллиона рублей в кассе на билеты банка приколов но он абсолютно себя ведет так же как и в кремле мне кажется заменил собственно шилом на мыло билет банка приколов это понятно что рубль билет банка приколов но он вроде как еще не не настолько прикольно а он же смотрит ну все же ведут себя абсолютно одинаков в кремле то же самое то есть как какие-то объективные вещи заменяют на приколы то есть зачем он это делал он же понимал что когда-нибудь это обнаружил но значит его не интересовало когда это его интересовался быть не обнаружили сейчас что можно было сейчас погулять воспользоваться этим а там трава не расти война план покажет так и кремляди они также рассуждают сейчас мы вот это вот сделаем а потом чуть там еще скажем потом еще он какие приколы заменим и так далее что то есть основная масса конечно из них понимать что у сколько веревочка не сколько не вид конец будет почему там вячеслав викторович нигде не вылазить сидит и молчит как мышь такой и там много таких которые сидят потом хотят просто натурализоваться и сказать да вы чё а мы не с ними мы просто выполняли свою чиновническую работу вы про нас слышали нет вы нас видели мы как милонов там с этой подругой что-то выступали нет мы не выступали мы никого не обижали нет вы не обижали но всего значит мы мы тут молодцы вот так это будет городе бузулук оренбургская область неизвестно разрушили памятник ленину да вот был памятник важных это пол просто ряд они я говорю про как в этом сказал и вот один ноги остались как фавориты луны токс начали позавчера сказали об этом говорю как мужика там подзорвали этим снарядом но тут еще с телом страна ну там чуть-чуть тел а вот мне интересно да насколько все таки ленин ну по крайней мере великий человек был если он уже умер давным-давно как а с ним все время воюют памятниками его воюют даст с какими-то вещами которые уже никакого отношения к нему собственно не имеют да мне вот этот интерес в связи с этим нравился памятник ленину который был в борисоглебске много лет и проезжаю в москву через борисоглебский обращал внимание что ленин покрашен в голубой цвет и когда я спрашивал горячу тут в прошлом году такой по запросам это какие-то хулиганы покрасили в голубой цвет больше никто не трогал и те кто ленина поддерживать довольны и рады стоит ленин и те кто злопыхают а вот ленин голубой тоже у них удовольствие забавно но мне кажется конечно главный приз это аятского надо дать за памятник гагарина ленин с головой гагарина первую голову пересадил это аятского свердловский суд разрешил будить заключенных гимном россии да причем а этих которые вот предатели родины тоже предатели вот представляешь по трудовому законодательству и административный кодекс собственно него ссылаются и все остальные определение в ночном времени с 22 до 6 утра это ночное время и ночную тишину нельзя нарушать нигде да здесь подъему заключенных в 5 утра то есть само по себе уже обстоятельства того что подъем в 5 утра совершен чрезвычайно же не монастырь да но это тюрьма там ну или колония какой в 5 утра подъем ну ладно фикс не подъем тут ингин включать что веселее был подниматься и оспаривается не подъем в 5 утра а включение гимна в 5 утра и совершенно вообще просто удивительно вот я тут написал что по закону о наказании прихвостней антинародного режима мы будем включать им гимн каждый час в тюрьме в ночью каждый час и нужно будет стоить слушать стоя вот их гимн не наш гимн у нас будет другой а их гимны они будут через каждый час то и 23 отбой мы погнали в 24 прослушивание гимна там в чем живем кобзон будет обзор петь классно да кстати сами должны петь конечно но самый противный будильник это команда рота подъем жалобу нижегородского студента на пытки в полиции неэффективное расследование его дело принял к рассмотрению европейский суд по правам человека да тут студент заявил о том что его там обнаружили у него взрывчатку якобы на дому потом убили колотили требует чтобы он сознался в том что он готовил террористический акт но он не сознался естественно потому что он не слабоумный в результате был отправлен в сизо куда его не взяли по причине избитости там тоже не дураки сейчас мы его примем а он умрет и отправили его в больницу и вот как бы сейчас это в десятом году было и все эти мутерства до сих пор продолжаются ну классика такая чисто вот российская в крыму сотрудники фсб после 10 часового обыска увезли предположительно на допрос татьяну гучакову ранее работавшую заместителем главного редактора крымского издания blacksy news да там повальная обыска в крыму идут я не знаю чем это связано вот до сегодняшнего дня то есть до этого обыска уже было произведено 50 обысков и с чем это связано трудно так скажем сказать наверное они чувствуют что что-то там назревает и действительно конечно крыму взрывать очень серьезное недовольство они таким образом пытаются запугать говоря они я имею ввиду путинских хлебососов так скажем правоохранителей как их называть какое право чехило право они охраняют право путина вот жители поселка гурзу в крыму направили путину обращение относительно пляже гуровские камни которые новые руководцы лагеря артек намерены сделать своей частью вот этот пляж знаменитый тут вот медведь гора там все как положено но я думаю что вопрос то это согласован этот пляж забрали под артек и поэтому гурзу в сам там делать нечего будет они в общем-то рассчитывали на то что вот там была украина которая что-то там забирала и действительно ну там если посмотреть у ласточкина гнезда там здесь таможни украины здесь то там здесь 5 10 там где люди ходили уже пройти нельзя ну хотя там жемчужина это министерство обороны было этом порубили и был масса недовольства да но часто стало гораздо хуже почему потому что до украинское государство было злое а это государство абсолютно бесчеловечное вот это путинская поэтому что они сравнивают там хоть какой-то закон существовал даже при янукович даже даже привет самая при той власти которую они считают супер злодейской с путинской все равно это не сравнить то есть здесь абсолютно по беспределу зачем они путину пишут письмо ночь смешно то есть это наверняка все согласовано давным-давно это не вопрос даже это не гоблин у них отжал это отжал у них путина они путину пишут маляву сумасшедшие что зачем вот пишет что участковый запрещен запрещают жителям сел продавать фрукты ягоду консервации естественно его того что это человек ненавистническое государство тут вот когда сравнивают с ельцин я сильно не любил ельцину на один из первых указов ельцин была свободе торговли ты помнишь поэтому указ может был чего угодно и где угодно продавать вообще вопросов нет ну стоишь торгуешь кто-то тебя тронет особенно если продаешь то что произвел своими руками что сделал путин он это отменил я вот замечательно этот сочи я уже рассказывал что там был рынок где продавали то есть начальник можно был торговать везде и продукты местные они копеечку стоили потом можно только на рынке но все равно там местные торговали потом я говорю а чужие рынка то нет ага там сейчас центре ну поехал я в центр а где рынка вот здесь на втором этаже продуктовый рынок колхозный грубо говоря арбузы туда таскать ну ладно поднимать как попал вот в этот в гипермаркет что там там все и импорт мы там ничего этого нет что выручено здесь на в абхазии поэтому здесь тоже самое то есть людям не дают возможность заработать хоть какие-то минимальные деньги даже сейчас учеб был бы проще взять этому путину там слушаете же вы меня придурки передайте вашему уроду пусть подпишут сейчас указ о свободе торговли вы разгрузите массу людей сейчас лето сейчас люди на дачах будут производить голодуха ведь начнется ваша на виллу поднимут придурки да уж не говоря то что они делали законом о средствах массовой информации там газета можно было продавать вообще хоть в кремле уда внутри любые мексик так суд москве продлил до 16 мая срок ареста крымскому антифашисту александру кольченко которого российские власти обвиняют обвиняют терроризме за поджог офиса единой россии в симферополе вот даже безотносительно того поджога и так далее вот что говорят про этого кольченко говорят что гражданин российской федерации кольченко принадлежащий право радикальной группе значит правый сектор совершил там акт терроризм как выглядит в действительности вот отрезаю вот так терроризма даже не отрезать гражданин украины кольченко который является по своим взглядом левом радикалом анархистом то есть прямо противоположным совершил хулиганский акт если даже предположим что он это сделал это пусть там суд доказывать даже вот он полностью признал совершил хулиганство анархист гражданин украины то есть совершенно другая картина почему потому что гражданин кольченко вдруг стал гражданину в россии сам того не ведая ну как и большинство жителей крыма вот вот это навязанное гражданство я для себя написал ценность российского гражданства не просто нивелирована она сведена до степени наказания то есть первое наказание который получил кольченко еще не попав в суд это его сделали гражданином россии насильно наказали так представляешь то есть безумие в советский период наказывали лишением гражданства а здесь наказывают навязыванием гражданства это удивительно савченко притащили через границу ее судят за то что она незаконно пересекла границу развожаю привезли в багажнике он якобы сам приехал с удовольствием и так далее вот кольченко не никуда не привозили но зато паспорт украинский выкинули российские пытаются вручить все ужасно совершенно и при этом пытаются говорить о какой-то видимости законности здесь даже уже видимости нет то есть раньше они имитировали законность сейчас они даже не имитируют а когда перестают имитировать законность и пишут законы какие-то вот такие особенные знать как это называется одним словом их называть фашизм так и особенные законы префашистов